Всем привет, друзья! Очередной день на сервере Majestic RP. Занимательный момент. На сервере присутствует что-то вроде политических гонок. И мне довелось поучаствовать в голосовании. Подойдя в нужное время и в нужное место, мне выдали подобие бюллетеня. Я вдумчиво прочитал имена кандидатов и их предвыборные слоганы. Собственно, про самих кандидатов я ничегошеньки не знал, поэтому ориентировался исключительно на слоганы. Мне понравился вот этот. Типа, меньше слов, больше дела. Это по мне. Результаты голосования не заставили себя ждать. И выглядело это вот таким вот образом. Если честно, мне на секунду показалось, что кого первого в список поставили, за того больше всех и проголосовали. Тем не менее, пожав плечами и сказав, что в политике я вообще не шарю, что ИРЛ, что здесь в GTA на Majestic'е, просто пошел на крышу соседнего здания, подождал пока не расцвело и пошел пешком гулять. Да. Собственно, в этот замечательный день мы заимели новые знакомства. Но обо всем по порядку. Пополнить счет. У тебя тоже щитку когда-то в банкомате делаешь, или у меня так? Да, есть такое тоже, что пока банкоматы не работают. Ё-моё. Ё-моё. Ты видел это? Холи шейт! А, Турий. И он говорит, школьник! Чё, давно школьников не видел в РП? Я тоже не видел, честно. Ты видел школьников в РП? Я нет. За последние два с половиной года школьников не видел. На Либерти их тупо нет. Поэтому для меня школьники это как, знаете, вымирающий вид леммингов. Блин. Почему леммингов? Потому что ребята порой суицидальны в своих поведениях. Но это другая история. Когда рядом со мной никого нету, вот никто со мной не бегает, во мне сразу включается интроверт. Я не хочу, чтобы ко мне кто-то подбегал. Я начинаю... Мне становится очень страшно. Я не знаю, эта херня во мне до сих пор существует. Парадокс. Несмотря на то, что я как бы тут дохрена стример, как бы человек публичный, но я, блин, я интроверт. Я не могу. Люди ко мне подходят, мне... А-а-а-а! Что? От меня надо, люди! Отойдите от меня. То есть мне очень надо хорошо фильтровать вокруг себя людей. Вот благо есть такой товарищ, подписчик, который со мной тут присоседился в первый день игры, Серега. То есть обычный просто подписчик увидел, что я играю на этом сервере, залетел. Первый, кто подлетел ко мне, говорит, пойдем вместе. Все, пошли. То есть как бы я его признал, потому что до этого уже общались. Все. То есть он как этот проводник был. То есть он, как вы помните, с Джейсоном познакомился. Он и к людям подходит общаться. А я не могу так. Непонятно. Я вот... Нет, мне не такой. Хотя персонаж у меня торговец. То есть я даже персонажа сделал такого, что он по Квенте очень хорошо с людьми ладит. Он хорошо с ними ладит, он к ним хорошо быстро приспосабливается. Сам подходит, сам проявляет инициативу. И я это сделал специально, потому что когда я отыгрываю персонажа, я отыгрываю... Я вживаюсь настолько в роль персонажа, что про себя личного, про себя человека, я живущего, я забываю. Абсолютно стирается вот эта грань, я становлюсь именно этим персонажем. Максимально и в роль как бы вникаю. И пока не начинается РП-процесс, я вот интроверт. Как начинается РП-процесс, все, я уже другая личность, другой человек. Именно который подходит, ну, идет по Квенте. И это вот, я не знаю, как это назвать. Это, наверное, какая-то психология. Ты хрен его разбери. Так, я бегу на Автопилоте, потому что я помню, где находится магазин. Но по-хорошему надо бы поставить все-таки меточку на магазин. Он здесь. Хорошо знать карту GTA, господи. Спустя такое время игры на РП-серверах. Я вот когда сюжетку проходил, вообще ни хрена карту не запомнил в 13-м году. Сейчас вон играю, вообще все, вот, как бы, это... Такие места знаю, что вот можно там спокойно кому-нибудь закопать или заначку сделать, закладочку. Кек. Люди просто плохие. Что, я сейчас, если начну, вот, с демагогии вести, типа, люди плохие, люди хорошие. Нет добра и зла, в первую очередь. Я это пытаюсь всегда показывать в своих отыгровках, что нету такого понимания, как добро и зло. Даже те дебилы, которые, там, на нашем предыдущем стриме на нас налетели, изрядно матерясь, изрядно, там, делая полную дичь, получив при этом дикие варны. И то их можно понять, понимаете? Вот это прикол. Я лично, вот, как бы, у меня, конечно, сразу работает категорическое мышление, то есть я таких людей сразу от себя, типа, подальше, типа, извини, чувак, с тобой общаться, себя не уважать. Тем не менее, я, как бы, с точки зрения психологии понимаю, что это вот, это тупо дети, у них недоразвит мозг, их не воспитывали родители, они в этом не виноваты. Это просто, ну, вот, там, мама, папа у них вот такие, которые, вот, просто не следят за детём, вот, попали в плохую компанию плюс-минус, вот, тоже. Ну, и такие вот мелкие-мелкие факторы накладываются, накладываются. Понимаешь, что белковое углеродное соединение, которое изрекает цивилизованные мысли, казалось бы, оно такое не потому уже, что вот оно захотело и стало таким. Нет, его просто таким сделало окружение. Я бегу в машину покупать, а у меня по РП бизнес, типа, я оправдываю вот эти вот, кстати, да, с точки зрения РП, я, типа, когда ухожу из игры, ну, типа, в офлайн, все инвестиции, которые мне приходят по промокоду, это по РП, якобы я на фоне, там, бизнес налаживаю, типа, торговый. Значит, покупаю дёшево, продаю, там, дорого. Ну, такой, знаете, типа, на Алиэкспресс закупил, на местном Авито перепродал. Вот, ну, чё-то вот такое, вот такой вот Тэви персонаж. Why not? Я вот так вот всегда оправдываю доходы своих кураторских персонажей на Либерти. Не подходи ко мне, а ты кто? А, это Серёга наш. Ну, и ни хрена, у тебя кепка-то всё ещё такая же, как и была. А чё, ты теперь переоделся, столь? Смотрю, всё-таки нормально по телевидению. Ясно, а ты Тёника мне на это, на работе? Так получилось. Не, ну, знаешь, это всё расстановка приоритетов, я как бы понимаю, но я бы на твоём месте всё-таки, это... Ну да, сейчас логично было бы получить третий ранг, а уже получать более высокое СП. Блин, ну ты самотверзный, я тебе скажу. Так, ну что, давай это самое посмотрим у тебя у нас тут, повыберу. Наверное, можно купить, знаете чё? Вот я просто более чем уверен, что мало кто покупает. Вот такие машины. А почему-то её не купить, да? Journey. Приключения. Ну, это про нас, вот мы приключенческие пацаны. А ещё мне нравится... Во-во-во, вот это. Короче, смотрите, либо берём вот эту, либо берём вот Journey. Мне кажется, вот это как-то всё-таки получше. Я потому что машины в первую очередь под персонажа подбираю. Вот какую бы мой персонаж купил себе машину? Так, в обычных реалиях. Спасибо, ребят, что регаетесь по промокоду. Я получаю инвестиции для отыгрыша. Ну, это типа первая машина, мы явно потом ещё какую-нибудь убрать будем. Потом у нас денег поболее будет. Ну, либо вот это, либо вот это вот. Зато здесь четырёхдверная. Да, наверное, всё-таки лучше эту брать. Ещё и в багажник можно человека положить. Перфекто, я считаю. Цвета такие, блин, прям, знаете... Краски, гуашь для детей, восемь цветов. Вот какие здесь цвета, блин. Как бы я, зная функционал GTA-шки, тут крайне скудный вариант выбора цвета. И это я понимаю, почему. Потому что, скорее всего, в перспективе у ребят сделать полноценные какие-то крутые тюнинг автосалоны. Синюю, ладно, синюю возьмём. Ладно, возьмём си... Нет, ну, для такую. Для голубой, конечно, си... Тут народ такой, конечно. Для них голубой цвет, это сразу значит, вот, и вот из этих. Е-мое. Так, вы успешно купили Регина. Резина. Так. Транспортное средство доставлено из базы 372. Окей. И где я должен это увидеть? Ну что, купил? Купил. Чё тут? Молодец. Здорово. Какую таруку купили? Регину! Вот у меня таршка, видишь, она стоит всего лишь 14 тысяч. Ну это клёво, я для своих милстов купил просто. Два? ТАНКСИ ДАУНТАУНКАП. Качественный вызов такси в городе. Блин, вот это реклама! Вот это красиво! Нет, спасибо, мы машину только купили. А, просто странно, у меня тут месть, метка стоит. А, да? Странные люди, я вот их не понимаю, они вызывают такси, но отказываются ждать. Оу. Ну, сочувствую, да, понимаю, кстати. Однажды таксовал, такие себе. Не помню, куда побежать. То есть, вас не стоит подвозить, да? Не нас. Не стоит, да, это плохая идея. Ясно. Ладно, хорошо, удачи вам. И вам удачи. Блин, такие приятные люди, прям. Тихо, поменьше эмоций. О, точно. Точно, 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 пойдём. Так, вот теперь по управлению личным транспортом. Вот она закрыт. Нет, она открыт. Так, окей, как её закрыть? Так. Не обратяй внимания, что-то я это сегодня, это. Проснулся с левой ноги. Куда, Грис, поехали? Автошкола. Блин, а чё мне учиться-то? Я умею. Или тебе надо? А мне надо. Тебе надо? Мне. Понимаю. Я, конечно, умею водить, но машины такую у меня ни разу не было, поэтому я без понятия, как её завести. Так, да. Во, носок, казаться. Дырку. Куда ключи, да? Так, ага, понял. О, всё, поехали. Надеюсь, мы не попадём в ДТП в первые 50 секунд. Йоу, а чё, а чё машина? А конкретно это десятку стоит. Фиг заработаешь. Ездишь там, ездишь тут. Ни, клиентов вообще нет. Да, понимаю. Слушай, я тут барахлишко всякое. Извини, извини, подожди, подожди, извини, а я тебя только что у автосалона не видел, случайно? Так это да, это я, я и думать это. А, оу. Сэ, совпадение. Да я тут просто стою, жду. Просто обычно люди приезжают в автошколу, обучаются, а машины-то нету заранее. Но я их подбираю. А, ну да, всё логично, в принципе. Слушай, а я тут могу тебе даже немножко, это, как бы, небольшой бизнес-трейд устроить. Я тут всякие, всякое барахло ненужное скупаю у людей. Если у тебя есть что-нибудь ненужное, я бы у тебя выкупил. Нет, боюсь, что у меня такого не найдётся, спасибо. Эх, ладно. Там, если шмотки какие-нибудь, там, знаешь, мало ли, там, джинсы завалялись. Там, китайские дети в подвалах штаповали, я их, типа. Я могу тебе предложить бургер. Не, ну, бургер-то, типа, я себе сам могу предложить. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Изрядно постояв и поболтавшись с ребятами, выяснилось, что одного из них зовут Ори, а другого Энджел. И оба-два захотели присоединиться к нашим офигенным приключениям. Но перед этим они скинули мне целый багаж одежды. Я сказал, что скупаю любые шмотки. Шмотки, это, кстати говоря, тоже такой некий элемент РП торговца. Я стараюсь как-то людям денежки таким образом давать, если у них есть лишние взявлявшиеся шмотки. Собственно, они набросали мне этих шмоток, полный багажник. Я довольный, они довольны. И тут выяснилось, что что-то очень грандиозное готовится на форте Занкуда. У Серёги там очень важное дело. И это очень важное дело мы с вами увидим в следующей серии. А на этом всё. Надеюсь, вам понравился этот небольшой ролик. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на каналчик. Подписывайтесь также на Twitch канал. В описании есть ссылочка на сайт сервера, промокод и прочее. Всем спасибо, всем пока, всем торта. Хо-хо. Субтитры сделал DimaTorzok